У меня вопрос к Луке. Он может быть несколько парадоксальный, но вы, пожалуйста, развейте мои сомнения, если я чрезмерно держу своих искальных каких-то. Есть такое выражение «санта фамилия», «святое семейство». Можем ли мы рассматривать вот эту как раз идиллию рождественскую, когда Божественная Мать Мария, Иосиф и Иисус как прообразом нашего конкурса семейной традиции? То есть вот эта идея как раз синей крепкой, она же получается через минуты четырех. Да-да-да, но решительный, неправославный и нетрадиционный стиль изображения святого семейства, некая романтическая идиллия с коротенькой черной породкой Иосиф, чуть ли не преобнимая ключи в своем тело, ну, и плод любви некий сияющий молодец. Это решительный, неправославный подход, непрадиционный, это всем известно, без борьбы с удовлетворения, всем написанием, что Иосиф был царец и хранителем девства при чистой Богородице. И пальчиком, а не то, что панибратским обхватом не прикасался, как и чистая Дева. А высота Русисла сделает для нас божественную для человечества само материнство. Вот материнство, только не такое, как и чистая Дева, которая, по моему мнению, умела вовремя святого Духа чистить свою Деву, а материнство, как отрождение этой жертвенной любви в Бога человечеству, которое по природе закладывается и в матери, зачинающей, рождающей ребенка, и в Отце, который должен являться участием этого благословенного Бога, Дела. Раститесь и множитесь и наполняйте землю, и составляйте нечто единое, единое целое, что Бог соединится, человек едино получает. Поэтому мы размышляем вместе с вами о тех традициях, которые должны быть высвечены вероятными конкурсами, но прежде всего надо вспомнить о том, что молитвы родителей созидают домы, а Божье благословение и делают из двух людей, прежде, не составляющих единое целое, ту самую малую церковь. Поэтому я бы обратил ваше внимание, дорогие художники, на танец повенчания, как колыбель благодатной семейственности, и не какие-то только малые семейные, домашние традиции, конкретно домов, ибо в одних это могут быть кошечки, в других какие-то песенки, вот этих поцелуи, то ли в носе, то ли в ушко. Ну вот так у нас принято. Давайте все-таки не забудем ваше главнейшее, в подобие благодати. Это, прежде всего, церковное таинство, с которым начинается полнота радости, полнота жилья семейного, и которым, собственно, она и препровождает супругов и всех семейных, всех родившихся в этой семье, по пути, по краткому пути жизни, Царство и Небесное. Поэтому это теснейшие не просто попутчики, супруги боговенчанные, но единое целое и малое церковь, как минуется на православии семья. И, конечно же, яручка в ябленьке недалек падает, и благодать из семейного торжества воспитываются и дети соответствующие. Вот куда-то страшно вспоминать некоторые ветхозаветные слова, о том, что нерожденные законам, освященные в Союзе, да не унитут во храм Божий. Ну, это дело там, в лесозаветных неких предписаний, но, на все это мнение, не лишние не наши особенности, это ведь все-таки не йота, единая, не единая черта, не перенесена закона. Поэтому должны и о том подумать, и родители, и код художники, что полнота благодать и почивает на тех дети, чьи родители потрудились осветить и законить пред Богом свое Союз. Вот это очень важный момент сейчас, который, конечно же, мало представлен в прессе, насколько достаточно быть зарегистрированным, чтобы чувствовать себя вполне законными, вероятно, достаточно для верноходданного государства. Но верноходданной церкви, дававшей обет в верность к Христу, к Таинскому Крещению, для себя вполне законным представляет Березон Союз, который освящен Таинством Венчанию. А здесь уж надо трудиться, как теперь не размечали предыдущие выступающие, режутся над самим собой. А нам с вами, над молодежью, потому что семьи тоже не из воздуха берутся, а из своей молодежи, которая сейчас в системе образования лишена воспитательного содержания. Батюш, вопрос о молодежи. Вот когда на свадьбу горько кричат, это богу угодно вообще? Знаете, я... Я вот хотел бы начинать застанавливать. Это неправный вопрос. 95% студентов, которые у меня преподавали, то, что я заведующий кафедрико-социал, ну, сейчас просто на общественной деятельности, 95% не знают значения этого ритуала. Вот. Они даже не понимают, что это символизирует трудные времена, что, так сказать, ребённые целуются, этим они демонстрируют как в асимметричный ответ, как сейчас можно выражаться. Вот. Знаете, я не бывал на торжествах свадебных. Конечно, не на просто сверху мельчат, а в сверху мельчат, сверху мельчат не вполне критично в этом случае сорадоваться там, где нет законного освещения. А вот мельчат, молодых не отказываешься тогда соответствовать. Кассау, да. Кассау, да. И здесь бывают гости разные. Тут уж не мы же подбираем списочки, пригласить им билет раздаёмся. И бывает так, что половина стола до половины после очередного тоста одна часть начинает. Скандирует горько-гойко, а другие с батюшками всегда мрачновато. Многое лето, многое лето. Ну и по борьбам в духовном сосредстве происходит. Конечно, в духовном. Средливой невесте при всех и тоже, когда приходится и вдруг то же стоит эта первая сторона, горько-горько, то ну уж не монах тем более прилично, а для всякого человека воспитанного в духе целомудрости, следливости не очень привычно демонстрировать свое взаимное плоские чувственное расположение или быть им свидетелем и смаковать с каким-то иступлением насчитывая там до двенадцать, до ста. Не трудно понять, это что за соревнование такое. Ну, ракостник там с молодыми. Знаете, по русской традиции даже после вот этого первого бурного торжества, если там было особенно спиртное, воздерживать благоразумные и от плоской близости для того, чтобы зачатие ребеночка было бы совершенно вне поврежденной никаким алкогольным содействием естества. Так что, я думаю, что наши сокровенные благодатные традиции, если бы к ним мы, ну, я думаю, что наши фестива, конкурсы это маленький класс, это не дело, чтобы обратились к очи и сердца сыновей и отца. Спасибо огромное. Отсвечательно. Спасибо. Я хотел бы согласен в связи в плане культурных пересечений обратиться к Антаршаханне. Я знаю, что все-таки Идия очень патриархальная страна, там бурно развиваться кинематограф, как никакой другой стране мира и производится в Волливуде больше, чем во всей объединенной Европе фильмов год. Но я также знаю, что в подаленных районах смотрели, то есть хочет целомудрить и не кематограф. То есть как же его дело обстоит в плане целомудрия свадебной церемонии, как она у вас проходит. Расскажите, пожалуйста. Вот какой смысл обходения вокруг огня вот этот шеф который нам очень интересен. There are different traditions индий follow. In the villages where there are more conservative people, they have more conservative about marriage ceremonies. For example, even now, the parents choose the bride and the bride groom, they organize the meeting of the bride and bride groom. During my time when I was in love with my husband, I had to hide. I could not show to my parents I had a boyfriend. Because they want us to sorry. they want us to choose the bride and bride groom because they think it will protect the family from divorce. So every marriage even today has a circle around the fire to take the oath. We have the priest who will do the prayers to make the wows. And of course there is celebration like every culture. There is a ceremony where we just like every culture. Огромное спасибо, Анаш. Здорово. Ну, я просто все время изучал опыт различных церемоний свадебных. Есть даже такие экзотические, например, по поводу борьбы, что вот в Испании невеста и жениха подвешивают за ноги и вниз головой, при этом, значит, поныли невеста придерживает ее платье, и вот это вот как раз, и они целуются в это положение. Их раскачивают. Да, да, раскачивают. Но это символизирует то, что небо и земля перевернула здесь как бы местами, то есть вообще все бог, не просто горько, а вообще земля обрушилась, то есть небо обрушилась на землю, на они себя нацелуются. А в Афиопии, например, значит, жених переодевается в женское платье для того, чтобы почувствовать себя женской ролью. Я думаю, что, конечно, родители беременны на российской почве, но вот есть такие экзотические. Мне хотел бы, это я не просто так говорю, сказать о инициации нашим клубом «Мир к лучшему» вице-президентом, в котором я являюсь, отдельной номинацией в рамках фото-конкурса «Семейные традиции». Дело в том, что сейчас проходит фестиваль «Россия, в которой я мечтаю жить», это фестиваль студенческих работ. И вот к слову о том, о чем говорил Александр Григорьевич, что нужно учреждать социально-позитивные номинации или новые вводить традиции. Мы учреждали такую номинацию, которая вносит название «Семейные традиции народности России и народов мира». Мне очень хотелось бы, чтобы социальный психолог Дмитрий Высоцкий, который здесь присутствует, несколько слов сказал по этому поводу. Здравствуйте! Большое спасибо, что вы здесь собрались. Здесь очень знаковое предприятие, потому что уже много-много лет разговора о традициях семейных, в том числе, не велось. Сейчас вы видите, что поднимаются такие здоровые силы, которые пытаются возобновить семейные традиции, культуру семьи. Потому что, на самом деле, я тоже имею отношение с того, чтобы помогать семьям восстанавливать восстановление семьи и помощь в решении конфликтных ситуаций. Я вам скажу так, что поражает полное невежество в этих вопросах людей, окружающих нас. Поэтому каждый раз приходится к себе по-новому, каждый раз одно и то же мы говорим. Но вот сейчас эти мероприятия, которые, например, к лучшему организуют, вот этот конкурс, который мы сейчас не имеем, возможно быть на нем, представляете, это очень-очень важно для семьи, потому что без этих, без семейных ценностей, без семейных традиций, без укрепения института семьи невозможно будущее ни одной страны. Это сейчас очень важно. И у меня тоже, как бы, есть семья, мы уже прожили в браке, например, 23 года, уже 24 будет, наверное. У меня трое детей, были различные периоды в жизни, сложные в том числе. И вы понимаете, что любой человек, который имеет семью, понимает, что есть такие периоды, сложные и хорошие периоды. Но умение продлевать эти сложные периоды, для этого необходимо иметь знания, необходимо людей обучать этим вещам. Также очень важно понимать, что необходимо культивировать людей, которые уже умеют строить отношения, показывать их очень много известных людей, может быть, именно их показывать, чтобы они делились опытом, может быть, на телевидении, может быть, в прессе, на таких мероприятиях, которые мы с тобой не знали. И это очень-очень важно. И тогда, естественно, пример, который будут показывать известные люди, которые, вы знаете, хочется пример показывают, не будут говорить в этих лицах или музыкантах, или, может быть, фильмах, которые показывают, снимают. Но вы видите, что в основном негативный пример. Вот в моей семье, например, я дитя от того советского времени, и, может быть, несколько лет еще удивительно в моей семье, но мы приняли, например, нас с водой мы не употребляем вообще в семье. Мы употребляем больную пищу. Также, например, мы не играем в азартные игры, у нас такая традиция, и никто не играет в азартные игры у нас. И, естественно, не употребляем каких-то интоксикаций. Ну, интоксикация, я уже сказал, в любом виде. Вот такая традиция семейная. Если эту традицию поддерживать, на этой основе возможно дальнейший духовный рост как бы семьи, укрепление уз между членами семьи, увеличивается любовь и гармония. И вот на этой основе можно что-то построить. Поэтому большое вам спасибо, что вы приняли участие в этом конкурсе. Большое вам спасибо, что вы очень так активно участвуете в нем. И всем гостям, и всем участникам этого конкурса. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Мы не могли обойти вот вопрос еще такой. Семья. Ну, бывают семьи сильные какие-то, да, представители, там, дети, сыновья, дочери. А бывают те, о которых нужна забота. Вот. И все равно вот... Спасибо. Спасибо.